Приветствую вас! Я полагаю, что причина, основная причина вашего обращения, она в том, что вы не совсем верно выстроили свою деятельность. Вы не совсем верно выстроили свои занятия, например, свою деятельность, свою работу и так далее. Вот в этом мне видится основная проблема. То есть, понимаете, вы говорите, что моя деятельность, она такова, что я несу ответственность за многих людей. За многих людей я несу ответственность, и эта неразделенная ответственность меня тяготит. Возникает вопрос. На мой взгляд, вполне логично. Если ответственность вас тяготит, если она неразделенная, то зачем она вам? Тогда вообще. Зачем и для чего она вам вообще? Если вы этим тяготитесь, вот с какой целью вы занимаетесь этим видом деятельности? Понимаете? Вот это вот и является важным вопросом. Это является самым важным моментом здесь. Как вы пришли к этому виду деятельности? Как вы, ну, как получилось так, что вы себя реализуете там, где вам тяжело и так далее? И самое главное, почему вы не окружились из себя людьми, которые могли бы вас поддержать в том, что вы, ну, в том, что вы делаете. Да? Вот что важно. Понимаете? И здесь, если вам, ну, вот, не нравится то, что вы делаете, если вас это заставляет испытывать какой-то вот негатив, да, если вам тяжело это, то здесь можно говорить о неком таком компенсаторном механизме. То есть идет механизм компенсации, вы с помощью вот этих вот, значит, действий пытаетесь что-то компенсировать в себе. Пытаетесь что-то компенсировать в себе такое, от чего вы бежите. Может быть, вы в душе очень неуверен в себе. Может быть, вы сомневаетесь в себе. Может быть, вас убеждали в том, что вы, там, недостойны. Может быть, есть еще какие-то моменты, вот, как правило, это идет из детства, да, вот, такие вот ситуации, такие вот моменты, они, как правило, как правило, из детства идут. Вот, вот, но из-за того, что вы неверно, неверно организовали свои деятельности, из-за того, что вы неверно ее интегрировали в свою жизнь, из-за этого у вас проблемы, теперь серьезные проблемы, большие проблемы, да, вот. И я думаю, что, ну, вот, именно с этим моментом, именно с этими аспектами и нужно работать. Нужно работать именно с теми аспектами, которые заставили вас вот так вот организовать свою деятельность. И вот вы говорите, что неразделенная ответственность и так далее. А вопрос к вам у меня такого характера. А почему? Почему вообще кто-то должен вашу ответственность разделять? Ведь это же ваша ответственность, вы ее, как бы, взяли, вы ее, на себя, можно сказать, взвалили, эту ответственность. Так, а почему вы считаете, что кто-то должен ее за вас, эту ответственность низкий? Почему вам хочется ее разделить? Разделить вам ее хочется, опять же, именно потому, что она не ваша. И если она не ваша, то в таком случае что-то заставляет вас эту ответственность снова и снова на себя брать. Зачем? Зачем-то? Вот я и рекомендую вам подумать, а зачем? Да, это довольно-таки вот сложные вопросы. Это сложные вопросы. Но необходимо вас разгрузить. Необходимо вас разгрузить, чтобы вы перестали испытывать потребность в потреблении того количества еды, того количества пищи, которую вы потребляете или хотите потреблять сейчас. Потому, что когда человек занимается любимым делом, когда человеку нравится то, что он делает, когда человек устраивает его деятельность, такого вот как вы говорите, что я на грани, этого нет у людей. Потому, что люди, они просто наслаждаются своей деятельностью, они просто занимаются тем, что им по душе, и все. А если у вас это не так, значит, есть определенные проблемы. И эти проблемы, их нужно решать. Вы жили вот таким образом много лет. И понятно, что сразу, сходу вы свою деятельность, ну, никак не поменяете. Это нереально сделать. Вы бы, может быть, и хотели бы, но это невозможно. Невозможно взять и сходу поменять свою деятельность. Вот с помощью психолога, ну, и на это дело, постепенно. Сначала понять, для чего. Для чего вам вообще все это нужно. Вот. Потом понять, постараться разобраться с тем, а мотив, вот какой мотив у вас все это делать. Именно ваш мотив личный какой. Вы сами для чего, для чего делаете это все. Чтобы что. Вот вы делаете это, чтобы, чтобы что. Вот с чем мы надо драться. А то, что у вас проблемы с обменом веществ, это, я полагаю, следствие, это следствие неверного распределения ваших возможностей. Это следствие неверного направления ваших ресурсов. Это следствие того, что вы занимаетесь не своим делом. Это следствие того, что вы делаете не те вещи, которые вам интересны, не те вещи, которые вам важны. И, вот, что важно понять. Вот, что действительно важно здесь, понимаете. Вот это. Это важно. А не то, что, как вам побороть свое желание. Есть, что, тортики там, и так далее, и так далее. Тортики это что? Что такое тортики? Тортики это эндорфины. А эндорфины это, соответственно, гормоны радости. И это означает, что вам не хватает, как раз таки, этого самого гормона радости. Вот и вопрос задаю я вам. А почему вам не хватает гормона радости? Почему не хватает гормона радости? Не хватает настолько, что вы вынуждены в тортики, тортики есть и так далее. Вот об этом, об этом именно, и постарайтесь подумать. Постарайтесь подумать вот в этом направлении. И я думаю, что многие вещи вам станут вот куда более понятны. И если вы говорите, что вам нужно сопровождение психолога, то это хорошо. Вы в правильном направлении движетесь. Только вот теперь, теперь, когда и если мы с вами поняли, что вы двигаетесь в правильном направлении, в первую очередь вас нужно разгрузить. Вот и давайте в этом направлении мы с вами и подумаем, как можно вас разгрузить. И что можно сделать для того, чтобы вы разгрузились, чтобы вам было проще, чтобы вам было легче, чтобы вам было более естественно заниматься тем, чем вы занимаетесь. Вот представьте себе, что психолог, например, через силу помогает клиентам, да, или ему не нравится это делать. Ну и как вы думаете, как долго такой психолог проработает, как долго? Ну, очень быстро выгорание начнется эмоционально. Значит, первое, это приведение в соответствии с вашими возможностями и ценностями вашей ответственности. Второе, второе, это проработка вашего окружения. Вы совершенно точно, совершенно однозначно выбрали для себя недоохружение, которое вам нужно было. Вот, и наличие у вас нужных людей, наличие в вашей жизни нужных людей, Ну, вот это не менее важная вещь, чем приведение вашей ответственности, вашей деятельности в соответствии с тем, что для вас важно, в соответствии с тем, что вам интересно и так далее. Я думаю, на этом можно закончить мой ответ. Надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Буду рад помочь». Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok